Аномальная жара Институт охраны труда Германии рассказал о правильной работе в жару. Так, в помещениях не должно быть теплее 26 градусов. Если это невозможно, необходимо оснащать офисы кондиционерами, а также обеспечить сотрудников напитками. Также необходима гибкая организация рабочего времени и выход на работу ранним утром. Если работа осуществляется на открытом воздухе, возможные меры включают солнцезащитные тенты, укрытие во время перерывов, покрытие, поглощающее ультрафиолет, а также гибкий график работы или минимизацию воздействия солнца в полуденный час. Ассоциация городов Германии предупреждает, что некоторым регионам страны грозит засуха. Поэтому необходимо нормирование воды и четкая стратегия, чтобы сократить дефицит воды. Отдельные муниципалитеты в Бранденбурге и других регионах начали нормировать воду, запрещая полив газонов и огородов. Также из-за дефицита воды летом придется все чаще отказываться от наполнения бассейнов водопроводной водой и полива сада. В городах ассоциация советует создать зеленые оазисы, которые помогут бороться с повышением температуры и засухой. Инвестиции необходимо вкладывать в озеленение крыш и фасадов зданий, охлаждение поверхностей и так называемые водяные туманы. Асфальт в мегаполисах нужно менять на более легкий, что позволит снизить температуру. Медики рассказали, как пережить жару, особенно пожилым людям. Во-первых, необходимо постоянно пить воду, от 6 до 8 стаканов воды в день. Также рекомендуется оставаться в помещении, когда солнце самое жаркое, между 11 и 16 часами. По возможности следует выбирать одежду светлых тонов, так как темные цвета поглощают больше тепла, что еще больше увеличивает температуру тела. Также лучше держать все окна закрытыми в течение дня и открывать их только вечером, когда погода начинает остывать. Еще можно поставить миски со льдом перед вентилятором, чтобы создать собственный кондиционер. Субтитры создавал DimaTorzok